парень здорово лучше сейчас с коляном приехали сюда забирать нашу бмв неделю отсутствовал я сейчас прохожу мимо мойки вы че стоит я не могу мимо пройти просто просто не могу ну судя по всему это mercedes о девушка здравствуйте ваша машина это mercedes 222 серьезно интересно а сколько мотор здесь с 500 а лошади не знаешь что когда на ты сразу просто марселец тоже меня есть как бы извиняюсь а можно будет как-то прокатиться в аренду водителем давай так сделай короче ты сейчас машину помоешь на улице это я к тебе подойду и решим и прокатимся да можно будет и выступы общаемся с 500 говорят ну когда что зашили кзади среди к нету насадки мг ну ладно пускай это будет с 500 вообще вся девушка выйдет пообщаемся возможно сейчас возьму машинку в аренду ну чё калям погнали в общем с левой договорились и огромное спасибо скажем так взяли не то чтобы в аренду взяли на один час я до сих пор не понимаю какой то мотор больше будем разбираться дело в том что это s-класс мимо нельзя не пройти выпаять что это флагман mercedes и без году назад это по идее был самый лучший mercedes то есть это был самый скажем так современный напичканный тот самый автомобиль который любит при стрельском классе получается что этот 222 у нас до рестайлинг и многие понятное дело тогда когда покупают эту машину делают из нее рестайлинг и так далее для сегодняшнего дня я не разобрался что такое рестайлинг кейд его готовили тогда стояйте насколько они переживали тогда когда делали эту тачку вот именно все инженеры то есть сам весь концертом да понятно дело что он зарабатывает не на этих автомобилях а на фурах и так далее суть то что они боялись сеть как лохануться дело то что если они сделают плохой с класс потом цешки ешьте уже никто покупать не будет есть не будет такого найти пафоса что вот мол с класс это как бы самое как бы считается напичкана и самая большая если брать именно седаны понятно что делаю и дороже там maybach есть амг есть понятное дело какие-то другие гелики которые стоят дороже но если брать именно в кузове седан это пацаны вышка то есть допустим ты ни разу не ездил на тех машинах ты не ездил допустим на то же самое цешки или ешки и ты прокачиваться на этой тачке и ты поймешь все прелести автомобилестроения сразу ты поймешь такое пневмо так должны работать электропривод массаж горячий массаж сиденье ты наконец-то узнаешь как должна правильно работать музыка как тачка должна ехать как переключаться скорости то есть здесь собрано все что может быть только лучше понятное дело будет разные комплектации бывает дизель бывает бензин нашем случае здесь в 8 судя по крышке на моторе но ей тогда не как на в 8 она почему-то мне показалось быстрее чем porsche cayenne сзади знакомые да вот этот силуэт у нас немножко есть тюнинг снято из шильдики закрашен значок mercedes выхлоп амг по сути как бы ну не докопаться единственный минус единственный минус и у внешности это автомобиля это то что она действительно просто похоже на какую-то ешку лицешку которая будет такого же года такого же 2015 на таких же дисках в таком же цвете и вот она мимо проезжает и ты не можешь понять что же мимо тебя едет к это не знаешь что именно здесь то есть именно здесь вот эта черта бампера и ты издалека узнаешь это крутая тачка несомненно тут есть все тут полный привод тут есть доводчики дверей сразу завода и это термальные всякие стекла люк панорама есть все я думаю что не нужно объяснять какие допустим бывают опцию этих автомобилей то есть все что автомобиле строение на сегодня придумала она все сюда запихала свое время наши комплектации опять же тоже немаловажная роль она у нас напичкана сзади электроприводы так далее плохих с-классов не бывало их не было то есть помните то самое 140 который был на проекте до сегодняшний день он также многим интересен как во внешне понятное дело никто не купит его никто не хочет покупать но они смотрят его и провожая взглядом помните 220 может быть он не был такой хайповым чисто из-за того что просто были другие времена это не 90 это было начало двухтысячных и там по-другому просто акцентировались автомобили людей появилась возможность покупать эти тачки они просто смотреть как какие-то дядьки которые действительно просто бизнесмены серьезные бизнесмены которые владеют тем самым со 40-ым потом у него есть такие вещи как рестайлинг и у них может это как то есть каждые три-четыре года или рестайлинг или замена кузова и все с классы не похожи друг на друга мы со 40 взяли на обзор автомобиль 220 я сел абсолютно разные автомобили разные опции разный салон разная база моторы совсем другие коробки и так далее помните 221 который был вот это напоминает реально 221 он плавный он едет это все понятно тут также есть пневмо и 221 для меня показался тоже что-то новое я сел тогда когда помните первый раз машину в гараж привезли мы ни разу в жизни не сидели если бы не если бы не были блогеры мы ни разу на этих тачках не ездили и я представляю сколько вас таких же сколько людей которые ни разу просто не то чтобы сзади не сидели и чтобы еще и за руль пустили это же так это же факт да есть много людей которые имеют возможность такую тачку приобрести насколько таких людей вообще кто их покупает на сегодняшний день кто покупает битурбо на полном приводе с-класс это как надо себя любить ты первое или ты блогер или ты что-то хочешь кому-то доказать или показать и третий вариант имера занимаешь какой-то коммерцией то есть и тачки даешь в аренду вип-сопровождение ну такие вещи понимаете да ну чего далеко ходить мари ты подошел открываешь извиняюсь погода у нас весна коврики грязные но все в коже просто все в коже все в алюминии даже вот элементарные вещи дал как закрытие этих дверей они тоже также все выделены то есть вот так все это выглядит все мягко все понятно дело качественно сделано по это дело что бывают разные пробеги разные моточасы сколько раз маски видели когда просто сидит человек пиджаки и просто на холостых машинка работает ждет своего владельца ждет своего хозяина сколько должен человек зарабатывать чтобы ездить не за рулем а сзади 300 тысяч месяц нифига подобного и даже не 500 и даже наверное не миллион рублей в месяц чтобы у тебя реально был свой водитель а ты сидел только сзади то есть я думаю что это именно машина для тех которые действительно что-то в этой жизни но такое сделали что вот они я могу я хочу понимаешь и вот так как получается что многих людей ну вроде бы да вот мы со стороны видим есть там уже просто там чуть ли не стадион там уже чуть ли не его город футбольная команда от этого нужно куда тебе столько денег куда тебе столько денег в данном случае допустим такие машинки это тоже тогда же какая-то знаете именно как розку что-то я хочу я добился и так далее то есть просто человеку много хочется но опять же это если ты сидишь сзади если ты сидишь за рулем ты кайфанешь не меньше меня когда я вот я сегодня также прокатился пирас она очень плавно и давайте смотрите понятно дело что есть все на электроприводах все на подсветке на диоды которые можно менять вот обычно для меня самое главное в этой тачке это что под капотом тяжелый капот здоровенный опять же не забывайте пацаны у нас и здесь звезда причем помните да есть есть эмблемка отдельно здесь есть также звезда капота открываешь потом это все убирается в общем вы 8 сразу видно да что есть интеркулеры передней части то есть после отдельные патрубки все в пластике и это с 500 по идее если с 500 то 5 литров там не вает там и 47 ты если шильзики на сегодняшний день можно смотреть но опять же если ты вообще приближен к этой теме к мерседесам то есть если ты видишь с 600 и там сш3 это не значит там 6 и 300 это может быть 4 литра би-турбо то есть у мерседеса у бмв практически у всех поменялись название и как бы вот получается что фейк название данном случае с 500 47 455 лошадиных сил я больше уверен что почему-то мне кажется есть больше мы все прокачивались от коляна еще не ездим на тачке просто прокачу вопрос на вот потряс газ полдом такое ощущение что есть около пятиста пятидесяти шести шестиста но и пацаны хомутики нормовские сразу вот она все какие-то надписи в 8 аббревиатуры аккумулятор клемм очка вот так это все отодвигается все здесь на резиновых уплотнителях причем шумка разделена на три части раз два три я могу сказать так что наверное да это своего рода какой-то но не то чтобы понт это именно та машина которую если покупаешь ты можешь в принципе использовать каждый день это mercedes это s-class если она еще такой же комплектации как у нас просто на лобо уху взгляните пацаны ну где вот такой рост и просто видели датчиков раз два три четыре вообще надо говорить про оптику помните 221 там есть камера ночного вида умные фары умный дальний цвет который сам переключается кстати что они здесь сделали причем сами линзы посмотрите сбоку они своего дизайна то есть это не обычные кругляшки они своего такого труда то есть понятное дело что наверное выгорело уже не получится что-то купить на близ и в ближайшем востоке и поставить то есть это все настолько модернизирована сделано настолько круто диски опять же вот они суппорта ну красота то есть если ты сел сюда ты хоть раз оттормозился нормальное более-менее хотя бы состав со 150 ты узнаешь как правильно должны работать тормоза на всех автомобилях то есть знаете это какой-то некий эталон совершенства есть еще более заряженные версии есть еще более напичканные по комплектации есть еще усиленные по мощности есть все в этом мире но даже в принципе этого наверно хватит за глаза мы просто приехали тачку снять это место что давайте зовут да да давай молодец удачи спасибо счастливо я кое-что загуглил перед обзором дело в том что она хочу кучу стык молчишь это футку в общем перед обзором кое-что загуглил на этим просто набираешь в поисковике mercedes 222 и после этого делаешь пробел и любую букву допустим ставишь о отзывы отзыва владельцев обои обзор обвес официальный сайт отзывы форум обслуживание обвеса ставишь буковку универсал удлиненную уровень масла устроился в бизнес такси в узбекистане и эдишн е-класс универсал к кузов купить купе купить блук кузов цена картинки кузов цена в москве то есть везде знаете вот после каждой буквы какие-то непонятные такие встречаются сла когда не очень хочется покупать той тачку ну вот реально тут допустим уровень масла да или сколько стоит кузов в москве и только одна буква которых ставится в конце точнее две это м и мягкий знак и дальше майбах обвес майбах то есть все вот именно в мою то есть все в тюнинге то есть это единство буках тогда когда ты его водишь и наслаждаешься тем что в поиске не ищу какие-то запчасти так только пониже сяду ну чё говорить даже несмотря на то что я владел и ремонтировали мы гараже 221 mercedes садишься сюда и ты понимаешь как включить то есть да есть есть примерно то же самое расположение каких-то этих вещей это понятно два жека здоровенных дисплея пацаны обращаю ваше внимание что без году назад это было в самый лучший с класс то сейчас вышел до 223 но тогда время ставить знаете бежит вы понимаете что через три года будет также рестайлинг 223 mercedes и все возможно такие будут говорить что типа первый рестайлинг 223 уже устарел эти тачки никогда не устареет эта машина также будет легенды она также будет востребована на бушном рынке ну как для любителей и для ценителей с класса как со 40 как 220 сейчас покупают парни покупает и ездит да их не так много как других автомобиль как то же самое цешка да там или пятерка бмв это с класс это надо просто влюбиться я больше уверен что если ты ездишь в маленьком каком-то городе или у тебя плохо разворачивается во дворе места мало ты не будешь покупать такую тачку посмотрите где находится звезда ну как она далеко отсюда то есть здоровенная просто можно здоровенный капот нашем случае черный цвет но это классический цвет часики mercedes вот таких частички можно было носить бы на руке согласитесь особенно если бы они были именно оригинальные именно с этого кузова то есть просто поделаешь себя ремешок и погнал где сигна ну все таки ему тупо за выглядит здесь у нас ведь как все плавно как мягко раскрывать так там сидит джейнджер ну вот она вся странная менюшка то есть пневмо регулировка амортизаторов то здесь управление магнитолы также все осталось на месте здесь какой-то получается ведь раньше был телефон сейчас он получается сенсорный то есть по большому счету меняется меняется сам дизайн вот здесь опять же бы я ни разу жизни бы не сидел бы помните мы шестьято третью снимали амг цешку в москве вот если я тогда там не сидел бы и пера сел бы сюда я конечно был бы офигелен также да я заходил в салон и mercedes новый я видел как это сидел выглядит на сегодняшний день тогда когда только завода когда мне пять лет не там не два года то есть начинаешь немножко привыкать но если ты сюда садишь и первый раз жизни просто 1 ты заглянул фиксим сел ты просто заглянул и не на картинки не на видео ты ты меня поймешь что здесь в принципе ну наверно такой счет что лучше не придумать конечно для каждого дизайна возможно будет разный мне нравится мне нравится но в большом счету скажу так что мне здесь допустим но реально очень и очень комфортно толстый руль вставка что-то по дерево глянец то есть анатомически снизу обрезан здесь кнопки опять же это все алюминий нажал держишь нажал держишь на руле это все дело медленно снизу находится такая вот помните как и на предыдущем от 3 просто колесико ладно опции старт-стоп кнопка осталась та же самая ее можно помнить пацаны вытащить просто вот так это все дело выглядит то есть по идее сюда можно засунуть ключ как два пищи покажу как выглядит но так этот mercedes делает и кстати это помните откуда вот это дырочки 220 mercedes это уже больше пятнадцать лет прошло то есть вот он ключ рыбка давайте 2015 год обычная рыбка который может сюда запихать и также заглушить или завести машина на случай она работать как без ключевой доступ просто втыкаешь такую заглушку и погнал правление кпп на руле к этому хотя привыкать особо не нужно я думаю что ты пару раз тронулся развернулся ты уже привыкаешь к этому у нас есть проекция на лобовом стекле но это все опции которые наверно можно вам даже не рассказывают то есть есть все а практически чуть тут по скрипу в дух еще и что просто какие-то вещи лежат тишина реально тишина и она очень плавно очень мягкая когда только-только сел сюда я сразу вспомнил то самое 121 что иногда даже знаете слишком укачивает да и же есть режим кнопки спорт ты нажимаешь вроде бы она становится чуть пожестче но все равно на мягкая . у нее длинная база кстати лонг длиннее на 13 сантиметров обычного картыша то есть имеется идут 13 сантиметров по базе установка сиденья время все меняется абсолютно также вот может там выбрать допустим какую-то менюшку климат-система кстати сколько есть можно всякой менять парашин по большому счету есть но это я на самом деле игрушка да это красиво но это неотъемлемый атрибут для с-класса потому что если этого не будет а у других конкурентов это будет значит что-то делал это и неправильно поэтому может быть даже не это не очень-то и полезно но лично мне это не был зачем эти волну дачу на них стоит в ники но это не голография это просто да красиво оформлено и ты садишься сюда на такую мощно не зря я отдал 14 миллионов рублей не зря кстати такой вариант если брать бушный рынок примерно стоит от трех миллионов рублей то есть три в нашей комплектации примерно 3 300 будет стоить но если тачка была новая помните пять лет не так уж давно и прошло насколько но пять лет это же быстро пролетает а тогда он стоило ну в два с половиной раза дороже тачка читает разметку помогает мне зачем-то рулить и руль дрожит но все эти системы были и тогда еще в 221 мерседесе сиденье на повороте 5 подкачивается резерв топлива начать поиск азвес баратан давай начать ты чё так у нас 10 процентов кстати здесь бензобак показан в процентах то есть никакой стрелочки то есть прямо сразу дает понять процент это не стоп мне кажется это не стоп но нажимаешь газ но 140 вы чувствуете как это подрыв прямо наедет прям очень хорошо из вот 90 газ пол все сотка 110 120 130 140 150 надо будет 160 а то есть она постоянно разгоняется то есть 100 160 быстро очень проходит нет никаких затупов но лучше по идее ну ты понимать тоже что не сделают ну именно гражданскую какую-то версию но лучше не придумать то есть вот так она тачка должна ехать так должна рулиться тогда же оттормозиться но такая на всех машинах по идее даже мы шумоизоляция кстати снега к интересным рсс нас догнал круто круто ничего не скажешь так у нас по топлива 5 процентов осталось сожалению наверно больше пока протапливать не будем я не хочу на трассе здесь оказаться расход топлива пишет 18 1 но на самом деле я думаю что это нормально опять же брать наши предыдущие автомобили на которых мы ездили и которые ремонтировали там число вот это было примерно одинаковое что это было а 8 что это 221 что это были турбины что их не было что porsche cayenne то есть 16 17 18 примерно на всех эти тачках то есть нормальная цифра меньше она я думаю ника не будет ну или понятно делать ты будешь ездить потихонечку а смысл смысл ехать потихонечку прям кайфовать наслаждаться наверное это привилегатива тех кто сидит сзади там место позволяет здесь принципе если тачка так хорошо едет уверенно рулится уверенно поворачивает в ходе поворота тормозит смысл тебя потихонечку ездить вот эти все функции которые сейчас вот показывают допустим половина из них было на 221 боковые спинки сайте пацаны все регулируется поясничная зона боковые спинки но все что нужно еще что ты видишь перед глазами все регулируется но единственное что нужно руками регулировать на работу так вот это зеркало все остальное имеет электропривод и понятное дело что со временем чего до электропривод выходит из строя все эти электромоторчики начинает изнашиваться появляется проблема с комфортным доступом в салон сначала у тебя электропривод руля перестает выезжать потом начинают проблемы с люком в дальнейшем у тебя не работают автохолл тручник после этого еще начинаются некоторые проблемы и все это в будущем ожидает тогда когда машина возрастает пробег чем больше тачка напичкана тем больше в ней опций тем соответственно в будущем при больших пробегов начнутся какие-то проблемы может быть для кого-то это не проблема тогда когда у тебя есть деньги и ты можешь просто отдать в сервис и там те еще делают а если нет сервиса как у нас допустим вот нет сервиса да никакой сервис сколько там возьмут за ремонт мотора допустим вот кстати по поводу надежности моторов понятное дело что самое надежное здесь дизеля берешь то 47 берешь ты 5 и 5 затиры все это болезнь они вроде чего дорабатывать вроде что-то делают с каждым выходом кузова нового да там релистайлинга меняется объем и меняется лошадинице силы по большому счету ресурс этих моторов на такой большой ты понятное дело что он и отъедет те самые 150 200 тысяч километров но ты же не знаешь сколько есть было владельцев как они эксплуатировали эту машину можно просто стояла на холостых и ждала своего хозяина также в салоне есть ионизация воздуха не знаю насколько это полезная вещь но чем-то я не знаю чем но чем-то в салоне приятно пахнет бардачки допустим есть эти баночки которые ну просто вот меняешь вот они здесь типа картриджей единственное может быть что мне не понравилось в этом автомобиле это как щелкает поворотники слушайте или выключается то есть прям такое ощущение что какой-то новый механизм поменяли не разработала все еще то есть чуть-чуть повернул скорость 20 км в час подкачка сидений понимаете срабатывают потом ты едешь тишина в салоне ничего не скрипит педали не скрипят мотора не слышно подъезжаешь такой кое-нибудь кситофора сзади владелец такой засыпает хозяин засыпает и ты за кситофора подъезжаешь ну вот реально вот единственный звук какой-то который мне не нравится ну чё ты стой как они сделали хрусталики все на диодах и диодики просто реально хрусталики сам дизайн кожа пульт управления не знаю насколько эта вещь полезна но она опять же есть также так как она есть у конкурентов есть вот такой замечательный монитор подсветка кстати вот эта фишка вообще но вот с класса да но вообще нет не с класса а фишка премиальных автомобилей то есть та же самая бэха семерка может похвастаться тем что есть и дополнительные такие зеркальца то есть все здесь обшита кожей вот такой замечательный историк для того чтобы дкп писать все удобно то есть как говорится не отходя от кассы но как и сами видите вот вроде не не продаем в азербайджане мы тоже до туда да кстати по поводу вот знаешь может быть видели в каких-то фильмах да или где-то может быть ну просто элементарные столики для задних пассажиров как ты что-то не будешь писать как ты будешь это делать то есть это наверное такая вещь которая в дороге чисто вот нара просто как руки положить там какой-то может быть ноутбук то есть какие-то чай или бутерброда на этих вещах не едят как сами думаете а так всего-таки он замечательным образом убирается тачку помыли пока доехали до места где можно снимать где мимо нас не будет проходить люди ездить машинам она стала грязная прошу прощения за то что она сейчас такое виде но даже тогда когда она в грязи тогда когда она в пыли в любом цвете абсолютно это все равно классная машина 222 mercedes даже после в дорестайлинге мне в душу скажем так запала опять же чистое может быть не из-за внешности не из того что это просто бренд mercedes а она просто очень круто едет она очень плавно и очень хорошо в этой комплектации разгоняется есть полный привод в общем да классная тачка в принципе наверное мечтать о ней можно и наверное даже нужно не для каждого человека не рекомендую к покупке если ты используешь ее просто как каждый ездил на работу наверное эта машина какая-то вот именно прямо для души и для того чтобы где-то наверно заработать какие-то деньги всем спасибо за просмотр и таки крутить на этот раз не будем всем пока не было